Комбинат «Запорожсталь» на протяжении многих лет оказывает помощь детским учреждениям, где воспитываются ребята по разным причинам, оставшиеся без родительской опеки. В преддверии Нового года в гостях у детей из Запорожского областного дома «Ребенка-Солнышко» побывал генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Какие сюрпризы ожидали воспитанников детского учреждения, знают наши корреспонденты. Новый год – любимый праздник всех мальчишек и девчонок. В эти дни они окружены заботой и сбываются мечты. Но не все могут сполна насладиться теплом и любовью родных. Поэтому в гости к ребятам, которые лишены родительского внимания, традиционно в канун Нового года приезжают представители Запорожстали. Визита гостей с нетерпением ждут и воспитанники Запорожского областного дома «Ребенка-Солнышко». Ребята подготовили яркую, веселую праздничную программу. Сказочные принцессы, храбрые богатыри и веселые гномы. Волшебные герои праздника водили хороводы, пели песни, рассказывали стихотворения. «Хочу, выпал, белый снег, мир, а девять, рады все! Я сам не хочу, гулять хочу!» Поздравить воспитанников дома «Ребенка-Солнышко» с наступающим Новым годом пришли генеральный директор комбината Запорожстали Ростислав Шурма и директор по инженерингу Владимир Буряк. От коллектива комбината передали поздравления, сладкие конфеты и фрукты. Металлурги говорят, чувствуя ответственность за детей, стараются делать все возможное для того, чтобы воспитанники подшефных учреждений всегда чувствовали заботу и поддержку. «Дети – это всегда прекрасное настроение. Ну и мы к детям тоже не с пустыми руками пришли. Мы поддерживаем все четыре наши подшефные детские центра. В год мы выделяем 500 тысяч гривен. Ну, чтобы это не были просто цифры, могу сказать, что на новогодние праздники мы деткам из всех четырех центров, из «Солнышка», и «Оберих», и «Светанок» подарили мандарины. Мы подарили 700 килограмм мандарин. И занимаемся мы не только детками в детских центрах, мы большое внимание уделяем и детям наших сотрудников. В частности, мы планируем более 20 утренников в нашем Дворце культуры, в котором примут участие более 10 тысяч детей. Это и больше тысячи детей наших сотрудников, и также городские дети». Согласно программе долговременной шефской помощи запорожским приютам и интернатам, комбинат ежегодно выделяет значительные средства на нужды этих учреждений. По словам педагогов, это весомая поддержка. «На средства спецсчёта мы в первую очередь направляем на нужды детей. Это и приобретение мягкого инвентаря, одежды, постельных принадлежностей, и, конечно, ремонт групповых помещений. Я очень благодарна нашим спонсорам за помощь, которую оказывает Дом у ребёнка по перечислению средств на наш счёт, по оказанию подарков на День защиты детей, на 1 сентября, на День знаний. И любая помощь, с которой мы обращаемся, с любой просьбой, никогда нам не отказывает». Также сюрпризы к Новому году ожидают работников комбината и их детей, сотрудников всех дочерних компаний «Запорожстали». Без подарков не останется никто, говорит Ростислав Шурма. «В текущем году мы на подарки выделили более миллиона гривен. Наши дети, наших работников получат 6 тысяч подарков. Ну и, безусловно, каждый работник комбината, каждый ветеран комбината, все сотрудники наших дочерних компаний, таких как ПЖК, таких как социальные инициативы, тоже получат новогодний подарок. В этом году мы постарались действительно максимально сделать встречу Нового года ярким для наших сотрудников, детей, наших людей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова